Наталья Ивановна, рассказывать мне о законотворческом процессе смысла нет, я так хорошо знаю, но вот особенности какие-то, все-таки этот период заканчивается с ОЗО, поэтому может быть какие-то недостатки, какие-то особенности, которые мы должны учесть в законотворчестве после выборов, в будущем. Второй вопрос нововведения у нас был экспертный совет, потому что у вас и подсовет экспертно-консультативный, этот опыт, что тут у нас плохо, не стал ли этот экспертный совет придатком какого-то чиновничего правительственного и другого, мы договаривались о том, что это будет фильтр серьезный из экспертов по документам, которые вносятся на рассмотрение президента. Это очень важно, чтобы не разбалансировать систему, поэтому я думал, что этот совет лишним не будет и бюрократии там излишней тоже не должно быть. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы договаривались, в-третьих, о том, что Совет Республики возьмет под свой патронаж местные советы. Но это вообще зона вашей ответственности, кроме законотворчества, потому что лучше, чем вы, Совет Республики эту работу не сделает. Как здесь обстоят дела? Что надо сделать в будущем? Очень горячая четвертая тема – это выборы. Я просил бы вас, прежде всего, администрацию президента, если нужно парламент, Нижнюю палату, подключиться к проведению этих выборов. Тем более вы уполномочены по Минску. Минск всегда у нас отличался некой особенностью. Поэтому, как здесь обстоят дела, тем более мы давно договаривались с вами о том, что надо будет посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь, Карпенко надо помогать, потому что у нас нет таких созданных систем бюрократических, административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии. Основные, так сказать, на любительских началах. Поэтому этот вопрос надо держать под контролем. Опыт у вас есть. Ну, по приему граждан я информировал. Я могу только поблагодарить всех сенаторов за то, что, ну, как никакая другая иная структура, вы серьезно отнеслись к этому вопросу. Люди это очень ценят. Люди хотят видеть власть. Люди хотят поговорить с представителями власти. И вы это неплохо делали. Вот такой ряд вопросов. Возможно, другие у вас будут какие-то. Давайте обсудим. Да, спасибо, Александр Григорьевич. Совет Республики действительно самым серьезным образом работает по всем направлениям, которые были озвучены вами, да и по другим. Для нас очень важна, конечно, работа над законопроектами. За истекший период мы рассмотрели более 305 нормативно-правовых актов, законопроектов. За этот год более 100. И хочу сказать, что уже в соответствии с Конституцией, то, что мы договаривались, у нас практически 92% законов приведены в соответствии с обновленной Конституцией. Продолжение следует...